Ирина Губаренко – техник службы защиты от коррозии Бобровского линейно-производственного управления. Она состоит в молодежном комитете предприятия, потому участвует почти во всех мероприятиях своего поселка. На слете молодежи девушка впервые. Выбрала номинацию автор лучшего социального проекта. Ее работа называется «Северный вызов». Это соревнование любителей экстрима. В пилотном проекте участвовали газовики из Лыхмы. Около полутора километров трасса. Одно из препятствий – это ров, который вырыли. Там нужно будет перебираться через бревна. Еще одно препятствие – это построена стенка из таких, так скажем, шины, скрепленными же с собой цепями. Нужно подняться. Расстояние около четырех метров. То есть не каждый сможет это сделать. Но знаете, что интересно в этом соревновании, то что каждый человек может проверить свои возможности, силу своего характера. Осенью следующего года молодежный комитет Бобровского ЛПУ планирует бросить «Северный вызов» уже не только своим коллегам, но и белоярцам, а также жителям других сельских поселений района. Номинация «Автор лучшего социального проекта» стала самой массовой на слюте молодежи, но были и другие. К примеру, сорумчане Кристина и Артем Дружинины выступали как молодая семья с активной жизненной позицией. На их счету много интересных мероприятий, которые они реализовали в поселке. И есть стоящие идеи на 2019 год. Мы делали такой проект совместный, который именно для здоровья людей. И мы собрали такую инициативную группу, которая совместно хочет заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И у нас это уже было. Но мы хотим именно показать в будущем второй этап. Он будет реализован более масштабно. Привлечь к участию в проекте супруги планируют уже не только молодых мамочек, как раньше, но и вообще всех, кто следит за здоровьем и фигурой. Участники слюта молодежи заявились также в номинациях «Молодой профессионал», «Лидер молодежного общественного объединения», «Организации» и «Волонтер года». Комиссия из числа представителей районной администрации и Белоярского политехнического колледжа оценивала их выступления по определенным критериям. Это молодой профессионал. То есть это должно быть, во-первых, страшное предприятие, социально значимая работа, те инновации, которые он вел, которые, допустим, характерны, приносят пользу району, городу и так далее, предприятию. Если это официальный проект, если он реализован или планируется, то общественный резонанс, как он отозвался, как помогали, какова степень участия данного кандидата в данном проекте. На слете молодежи присутствовал и глава района Сергей Маненков. В своей речи он коснулся многих актуальных тем, профориентации, реализации проекта «Комфортная среда», итогов уходящего года. В частности, молодежных инициатив, которые воплотились в жизнь, сделав нашу территорию еще более привлекательной. И, конечно, обозначил дальнейшие перспективы развития района. Территория Югры, Белоярске – территория возможностей. Уверен, что сегодня на территории Белоярского района можно сделать карьеру, можно развить бизнес. По поддержке бизнеса сегодня много форпподдержки, в том числе грантовой поддержки. В ходе мероприятия состоялась также деловая игра, которую провела бизнес-тренер из Сургута Ирина Токарева. Но кто по итогам слета получит премию главы района, заняв призовые места в своих номинациях, станет известно ровно через неделю, 21 декабря, на ежегодном фестивале «Творчество, спорт, интеллект». Оно пройдет в концертном зале Центра культуры «Досога Камертон». Александра Плеска, Джапютер Михалап. Время новостей Белоярский.